ребята привет у меня эпичный провал я неделю снимала для нас про то как я тут тестирует такую пасту такую села монтировать оказалось главное видео которое в 5 утра довольно и счастливо с большим энтузиазмом сняла удалилась я не знаю как происходит что удаляются мои самые такие видео на энтузиазме но наверное это опыт зато я поняла что вот из этого стоящее что не самое и теперь покажу вам еще лучше но пока давайте в двух словах расскажу что я пробовала сода сахар соль крахмал мука манная крупа и тут тоже сода с крахмалом но есть нюансы и о всех о них я наверное расскажу в процессе я выбрала просто три фаворита до своей пасты могу вам показать поближе уже результат до сода подает вот такую ведь очень плотную пасту очень ладно что-то откололось но в целом это самое это кстати василиса откусила она просто нашла здесь сахар и лакала его минут 10 мы думаем что так тихо в комнате ребенок лакал а все остальное на видимо решила просто попробовать вдруг вкусно я сейчас думаю что за три зуба ну в общем на самом деле очень плотная такая получается паста именно из соды я не ожидала поэтому наверное это даже станет моим фаворитом единственное что она не дает трещины до супер но она немножечко текстурная то есть иногда хочется такой гладкой гладкой однородной пасты которую я раньше получала от крахмала но крахмал во всем этом эксперименте мой любимый крахмал почему-то потрескался я удивилась почему и на художественном акриле и на акриле чуть чуть меньшего качества строительным да в основе все это на строительном дело вот сода на строительном жива крахмал и на строительном и на художественном дает трещины мука не дает таких трещин и она может дать похожую однородность мелкую да такую как крахмал ну не такую но очень похожую если хорошенько размешивать вот здесь мука но я не очень хорошо размешивала на художественном не потрескалась на строителям чуть-чуть дало трещины что художественном более эластичные строительные он как бы может дать трещины соль супер супер текстурная паста из соли мне очень понравилось сахар тоже классно если в больших объемах то сохнет просто три года вот если василиса доберется там внутри еще и карамелька с краской ну и здесь тоже сода вот такая потоньше слой супер крахмал потрескался я тут с клеем пва экспериментировала без клея пва все равно потрескался и это манная крупа тоже очень даже неплохо хотя немножко трещины дает но в общем то что мука что манная крупа они дают легкую клейкость ну а теперь давайте поближе как все вот это тесто месить и делать что я беру и теперь-то у меня все подготовлено теперь я точно знаю что мне нужно я беру только три эксперимента да здесь у меня сода вы видите крахмал с мукой и соль я беру строительную фасадную акриловую краску другими словами водоэмульсионка прекрасно подходит для этих целей да гуашь не очень подходит масляные краски не нуждаются да в таких вот дополнениях ими можно рисовать просто объемно а вот акриловая такая объемная живопись она возможно именно на акриле и иногда на строителям потому что это дешевле такие пасты они затягивают много краски ну ложку чтобы налить краску мастихин это инструмент без которого невозможно потом с этой пасты что-то делать можно еще пальцами но все-таки мастихином будет круче всего и пва если вы не совсем доверяете вашей краски боитесь что она может дать трещинки то лучше подлить туда клей пва хотя как мне показалось он все равно ничего не решает в этих экспериментах хоть с клеем хоть без все-таки решает именно основная вот эта составляющая и давайте начнем с соды добавляем а я поняла я без ложки обойдусь все ложечка спасибо ну вот так без ложки добавляем краску вообще как это делается да вот на практике вы берете палитру и себе вот здесь краску а здесь сухой ингредиент и начинаете смешивать вот как украинская поговорка да то мучите то вот эти когда месишь тесто то муки добавляешь то жидкости то сухого ингредиента то жидкого и вот так мы подмешиваем краску по чуть-чуть с сухим ингредиентом и где-то между ними рождается истина и здесь вы сами определяете да вам нужно паста по плотнее но обычно такую посту лучше делать по плотнее потому что если она слишком жидкая в ней особого резона нет да тогда лучше использовать просто жидкость краски ну и у нее больше риска в трескаться если она слишком жидкая поэтому все-таки но а вообще она должна быть вам комфортно и да комфортно и такая знаете из которой можно лепить вот сейчас я вижу что это не знаю сыр маскарпон и какой-нибудь сыр который для намазок используют знаете только плотный сыр плотный или такое несколько размягченное масло но вот больше всего похоже на плотный сыр вот тогда я использовала много соды и здесь у меня еще осталось много краски это можно спокойненько добавить побольше соды можно конечно это все между собой миксовать да но сода это в общем то та паста которой можно сделать и какие-то цветы нежные да и вот так мастихинчик а можно ложкой намешать можно ножом намешивать но наносить потом удобнее всего тоже будет мастихином поэтому все таки если нравятся такие объемные вещи лучше их сразу запасаться мастихином а вот текстурной пастой в магазине можно не запасаться да потому что на мой взгляд гораздо интереснее и комфортнее сделать ее самому во первых она всегда под рукой когда вам вдруг приспичило да вы не знаете из чего же сделать текстурную пасту вы берете любую свою акриловую краску и подмешивайте к ней вот такого сухого ингредиента например соду муку крахмал и получайте прекрасную текстурную пасту если вам нужна цветная текстурная паста вы делаете это допустим с красным акрилом до или синим или желтым и получайте цветную текстурную пасту потому что вот у нас был вопрос когда ты покупаешь как мне интересно все-таки второй раз говорит то что я первый раз так на энтузиазм рассказала но не рассказать вам это не могу поэтому все расскажу мы покупали готовую текстурную пасту еще вообще начались мои эксперименты я в том видео все рассказала том бесследно удаленным про то как я покупала текстурную пасту для мастер-класса она была не такая эластичная вроде бы неплохую покупала уже не помню фирмы но штуки три точно пробовала не такая эластичная цвет не подмешиваешь он все равно бледновато это еще даже жидковатая паста паста можно погуще да и вот наносите или тонким слоем или так по плотнее это не знаю какой-то цветочек вы вылепливаете какие-то лепесточки отдельные это вообще я думаю вы уже наслышаны да там по всяким рекламкам ютуба тренд 2021 года это объемные вот такие картины не только 21 года вообще вот такие объемы это то что очень круто может смотреться даже у новичка грубо говоря это шпаклевка да вы шпаклюете свою картину и делайте какие угодно объемные вещи на ней это и соды почему муку с крахмалом потому что крахмал дает классную однородность а мука дает немножко клейковину благодаря которой не происходит трещин поэтому я попробую их соединить и друг они друг другу как раз хорошо помогут примерно как в кулинарии да вот так и начинаем между ними этот процесс потихоньку поддавая и того и другого к своему тесту мастихин это шпателек поэтому держим его как шпателек вот себя вот так взяли его да и от себя вот и внешней частью он все подмешивает потихоньку не пытаемся на него набрать потому что потом неудобно будет снять с него вот от себя это выпуклая часть подмешивает элегантный жест ножичка из ресторана так вот продолжу рассказывать вам про посты покупные в общем цвет хочешь ей добавить а она уже сразу белая да то есть она не цветная и мы пытались делать красные объемные цветы а этот красный цвет он все равно розоватый то есть мы какие-то розовые элементы уже там добавили ну прям насыщенный красный текстурный такой компонент мы получить не могли вот эти мука дает клейковистость такую то есть мы сразу немножко схватывается крахмал дает однородность крахмал очень приятно миссии но вот почему-то все-таки он трескается в процессе потом да но вместе если хорошенько и долго их помешивать я думаю что они будут вот прям то что надо и если там не поленилась муку долго мешать не рассчитывая на нее особо то сейчас я поняла что она все-таки классная с муки начинала когда начала делать сама текстурные пасты потом предала ее крахмала сейчас подумала да нет может мука не такая уж плохая в общем возвращаюсь с повинной и теперь пытаюсь соединить их вместе может быть вместе они будут именно то что нужно потом я делаю текстурную пасту я думаю даже чтобы самостоятельно сделать надо как-то заморочиться я купила шпаклевку можно со шпаклевки но не помню говорила вам это или нет да но она тоже трескается иногда в объемных больших объемах не знаю почему на строительном акриле строительная шпаклевка но в общем то она для этого максимально подходящую в ремонте используют да просто может быть не такими толстыми слоями может разная шпаклевка бывает нужно проверять но если и брать то финишную шпаклевку да вот такую максимально однородную и я намесила пасты текстурной с этой шпаклевки самостоятельно дома принесла привезла и на мастер-класс она засохла буквально за три часа я вообще не поняла в банке прям засохла мы не поняли как это произошло расстроились конечно хотели себе делать такую объемную картину но о да отличная пасточка мне нравится в меру эластичная при этом все-таки однородная вот видите можно такие вещи делать вот это уже все очень приятно и красиво выглядит я поняла что не стоит заморачиваться со шпаклевкой однажды когда я уже была в декрете мне захотелось с вами нарисовать объемные цветы пионы мы там делали да я поняла что что же делать что же делать а я пойду попробую муку думаю ну чё мука ну за месяц как-нибудь делают же там соленое тесто хранится она потом прекрасно и оказалось что прекрасно лепится из акрила и сухой сухого ингредиента вот такая текстурная паста есть видите можно так тоненько какие-то сугробики да подать например текстуру а можно прям целую гору оставить мы пробуем и тонкий слой плотный чтобы посмотреть где она трескается где нет как она вообще себе ведет по высыханию она не усыхает она не теряет объем это конечно при условии что мы делаем ее довольно плотной да не слишком жидкой краской толстым слоем а это должна быть краска с большим количеством сухого ингредиента ну и соль соль я специально беру каменную для того чтобы она давала такую такие кусочки комочки в ней были текстура да прям камушки иногда хочется какой-то вот тоже снег сейчас зимой передает нам нужно белого цвета сразу навевает именно мысли про снег какие-то скалы может быть вот порой хочется прям такую текстурную грубую пасту ну а вообще как вы поняли занесите да можно все что хочешь и я это с радостью поэкспериментировал в предыдущем в предыдущей своей попытке на удивление соль наверно просто растворяется и она сразу становится такой даже знаете вот эластичные массы как будто бы такой с клеем я очень удивилась я не ожидала этого от соли мне казалось что она такая сухая знаете нет в ней ни грамма такой липкости не будет от нее но нет она очень такая вот несколько липкая и это помогает ей быть в итоге такой плотной да не трескаться то же самое с мукой в чем секрет соды я так и не раскусила она очень крепкая да но при этом в ней нет вот этой клейкости она максимально однородным что все таки клейкость немножечко не дает так а вторым однородно вот это все дело нанести ну можно немножко больше использовать краски в таком случае то есть вам должно быть комфортно комфортно но не жидко то есть понятно что чем чем жиже тем комфортно может намешать паста но жидкая паста это не очень хорошая паста должна быть довольно плотная но не сухарем сейчас мы даже несколько суховато то что раз как-то мне легче пошла соль в общем соль главное слишком долго вот это все не занимается до нанесли где-то толще где-то тоньше вот так вот иногда такие объемные вещи если нет мастихина да вам хочется например просто холст загрунтовать вот в такую историю а потом поверх этого наносить картину да какие-то сугробики набросали и нанесли картину я думаю мы сделаем такое что-то снежное можно просто ножом или пальцами загрунтовать вот такими вот текстурными пастами а потом а потом поверх этого рисовать картину и эта краска уже будет автоматическим грунтом да то есть поверх такой поверхности уже можно носить просто краску в общем три таких пасты я вам показала как их смешать рассказала кое-какие тонкости в процессе ну а высыхание вы уже видели здесь объем сохранится вот таким как он и был форма мазка не теряется при условии что у вас плотная краска только сахар да тут у меня потек в тонком слое хорошо если в очень большом он долго раскисал и потек а вот это я вообще себе загрунтовала тогда сразу смысле что мы здесь что-нибудь нарисуем поэтому я думаю что вы здесь что-нибудь нарисуем даже трещинки в общем-то меня не смутят особо вот и все ну и для закрепления этого всего можно в итоге конечно покрывать работу лаком хотя прям супер надобности в этом нет вообще не то чтобы картины слишком нуждались в лаке но для доп защиты можно иногда это делать все ребята зато это видео получилось гораздо короче и содержательный но то было все таки знаете в 5 утра энтузиазм у меня более мощный все друзья пока пока а самое главное не сказала если вы что-то знаете про текстурную пасту чего не знаем мы знаете классные фирмы готовой пасты может кому нужна готовая или еще какие-то секреты обязательно напишите пожалуйста нам в комментариях потому что как я в последнее время говорю все вместе мы знаем больше чем я одна и давайте друг с другом делиться тогда будет вообще у нас супер результаты на своих картинах теперь пока